Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Завтрак» и я, Рада Левска. И сегодня в нашей программе, посвященной Международному женскому дню, Алина Гебадулина, создатель Центра практического развития личности. Привет, Алин! Добрый день! Сегодня чем мы можем порадовать наших дорогих женщин и всех телезрителей, что мы будем готовить? Ну, мы решили готовить куриную грудку под грейпфрутовым соусом и также картофельный эскалоп. Замечательно! Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуется куриная грудка, грейпфрут, лимон и немного меда. Для эскалопа нам потребуется картошка, мука, молоко, масло, сыр и сметана. Ну, также мы будем использовать приправы, такие как розмарин и базилик. Но об этом немножко попозже. Что мы делаем с курицей? Мы нарезаем курицу кусочками, заливаем грейпфрутом вместе с лимоном, добавляем ложечку меда и ставим в нашу духовку на 30 минут. Хорошо, Алин, как мы делегируем полномочия? Что ты мне поручишь? Так, ну давай распределим так. Я буду нарезать грудку, ты бери грейпфрут, тебе нужно его очистить полностью, чтобы не было... Замечательно! Давай так. Хорошо. А вот, кстати, перед тем, как определиться с этим рецептом, дорогие друзья, Алина предлагала мне несколько рецептов, я очень подошла к этому. Тщательно выбирала? Да, тщательно выбирала, потому что... На 8 марта нужно делать что-то легкое, и поэтому мы выбрали как раз грейпфрут, он, что интересно, помогает похудеть девушкам. Как ты планируешь отмечать 8 марта? Так как это женский день, я, естественно, проведу его со своей мамой. Угу. Я желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась такой же веселой, яркой, жизнерадостной. Я тебя очень сильно люблю, спасибо, что ты у меня есть. Ты замечательная. Вот так? Прямо какая замечательная дочь. Пришла на телевидение, чтобы поздравить маму с 8 марта. Я правильно понимаю, что ты создаешь и проводишь тренинги для женщин как раз? Не только для женщин, но и для женщин в том числе. А с какими вот запросами обращаются чаще всего девушки? Самое распространенное – это, естественно, отношения. То есть очень много людей, которые хотят что-то улучшить, что-то изменить. Может быть, в себе, может быть, в отношениях, которые у них сейчас есть. Или, естественно, чтобы их завести, да, что-то опять-таки изменить к себе. Так. Теперь с лимоном как мы поступаем? Выжми половинку лимона и смешай до однородной массы. Ну, прям рукой можно выжать, да? Да, конечно. А что будет на твоем столе в этот праздник? У меня, когда я была маленькая, если к нам приходили гости, мы с мамой всегда делали торт «Графские развалины» из безе. И поэтому вот то ощущение детского волшебства и радости, которое было тогда, когда мы с мамой творили, остается во мне до сих пор. И поэтому, естественно, мы будем делать торт «Графские развалины». Вот ты знаешь, для которого уже человека на нашей программе, торт «Графские развалины» ассоциируется именно с детством и... Со счастьем. Да, да. Теперь мы берем блендер, создаем из этого однородную массу. Кстати, это нужно солить. Нет, ее солить мы не будем. Мы будем солить, причить нашу курочку и только потом заливать. Хорошо. Доброе утро всем, кто присоединился. В эфире программа «Завтрак». Передо мной сейчас Алина Гебадулина, человек, который знает не только о внешней красоте женщины, но и о внутренней. И мы бы сейчас хотели поговорить о красоте. А что для тебя красота? Прежде всего, красота — это то, что человек несет в мир. То есть это доброта, это открытость, это гармония. Вот я считаю, что счастливый, гармоничный человек всегда прекрасен. А ты можешь посоветовать что-то дорогим нашим телезрительницам в преддверии 8 марта? Ну и вообще на эту весну, на этот сезон прекрасный, чтобы они были в гармонии с собой. И с чего нужно начать гармонизировать свое внутреннее пространство, чтобы нести радость и во внешний мир? Ну, наверное, изначально я хочу сказать, что очень важно принимать как себя, так и окружающий мир. Принимать различные проявления своего характера, все мы не идеальны, но у всех есть замечательные качества, замечательные стороны, которые нужно развивать. Ну и, естественно, страхи, комплексы — это тоже желательно себе проработать и убрать. А есть ли у тебя какая-то любимая практика, которую ты даешь обычно на своих тренингах, с которой можно сказать, что с нее нужно начинать? Да, да, конечно. Скажи, какие практики. Есть такая очень интересная практика, называется практика дзен. Практика остановки внутреннего диалога. Дело в том, что, наверное, вы замечали, что очень часто у нас в голове присутствует очень много ненужных, лишних мыслей. Как раз эта практика позволяет нам убрать эти мысли и уже останавливать внутренний диалог на несколько часов. То есть ты можешь эту практику вот нашим телезрительницам, а может даже телезрителям, она подходит для мужчин? Да, конечно, она подходит всем, без разницы, мужчина или женщина, может, ребенок. Ты можешь ей сейчас поделиться. Да, да, я с удовольствием ее поделюсь. Итак, эта практика зародилась у тибетских монахов. Она заключается в молчаливом созерцании себя. Что мы делаем? Мы садимся, расслабляемся и концентрируемся на каком-то ощущении. Я советую концентрироваться на прикосновении своих пальцев. То есть когда вы сидите, вы должны все свое внимание сосредоточить на пальцах. Как бы прислушаться к этим ощущениям. И тогда вы заметите, что у вас нет мыслей. Очень сложно в таком состоянии не вылетать из него. То есть если у вас какая-то мысль появляется, ее нужно просто убрать. Расслабиться и как будто отпустить по течению. Хочется вот приходить домой и находить какое-то успокоение, расслабление. Вот что бы ты посоветовала, как себя расслабить? Есть очень-очень интересная практика. Она называется Пронояма, дыхательная практика. Называется она 10-10-10. Она направлена как раз-таки на успокоение, на гармонизацию, на расслабление. Это практика, которая раскрывает наш сердечный центр. Позволяет нам быть более мягкими, более счастливыми, более открытыми для мира, для окружающих людей. Как она делается? Мы делаем на 10 секунд медленный вдох, потом задержка дыхания и выдох. 10 секунд, конечно, это идеальный результат. Вообще мы можем делать и 5 секунд, 5, 5 секунд. Ну, естественно, это время желательно увеличивать. То есть мы не должны дышать в удобном нам темпе. Нам должно быть чуть-чуть некомфортно. Алин, ты основала свой собственный центр. И к тебе приходят с различными вопросами решать какие-то задачи определенные. А вот в каких направлениях тебе больше нравится работать и в каких ты себя лучше всего чувствуешь? Ну, самое мое любимое направление – это направление страхов, комплексов и обид. Почему? Потому что страхи, комплексы и обиды – это самые сильные вещи, которые останавливают нас, когда мы движемся на пути к своему счастью, к своим целям, к гармонии в нашей душе. Ну, а вообще у нас в центре очень много различных направлений. Будь то самооценка, будь то тренинг по целям, либо какая-то лидерская программа. По старой доброй сложившейся традиции каждый гость нашей программы оставляет свое пожелание нашим телезрителям. Каким будет твое? Я желаю нашим телезрителям гармонии в душе, счастья. И пусть ваша жизнь вам дарит такие подарки, о которых вы даже не мечтали. Пока маринуются наши блюда, предлагаю приступить к картофельному скалопу. Конечно. Для этого нам нужно взять сейчас и натереть на терке, на крупной терке, картофель, а также сыр. А сыр натереть на обычной терке? Да. Я себе тоже возьму тогда терочку. А я займусь сыром. Кстати, сколько сыра нам потребует? У меня достаточно большой кусок. 100 грамм сыра будет достаточно. Половиночку, да? Желательно использовать полутвердые или твердые сорта сыра. Кстати, само слово эскалоп французского происхождения означает что-то вроде тонко нарезанные куски мяса. Вот ровные тонкие куски мяса. Но в данном случае оно используется как применимо картофель. Что мы делаем? Сначала мы нашу форму покрываем фольгой и пленкой для запекания. И потом мы уже выкладываем один слой картофеля, потом слой сыра и опять слой картофеля. После этого у нас готовится заливка. Мы заливаем блюдо и подаем его. А, то есть мы еще сверху фольги такую вот будем пленку использовать? Да. Хорошо. Так, сырик мы отерли. Я могу помочь тебе с картошкой. Да, пожалуйста. Сейчас я отложу сыр в стороночку. Тут хороший нож. Я ножом тут делаю. Нет, я ножом. У меня вообще другая отерка. Так непривычно чужой терке. Так, попробуем. Но нам придется делать это на этой терке. Из дома мы твою терку сейчас уже не потащим. А ты часто готовишь дома? Да, каждый день готова. Я очень люблю готовить. Какое твое самое любимое блюдо? Ты знаешь, в последнее время я просто очень полюбила делать различные сладости и капкейки. Кстати, в последнее время все делают вот эти вот капкейки. Это прям какой-то тренд, какая-то мода на них пошла. Вкусно и легко, залог успеха. Логично. Так, ты решила по старинке, да, все-таки вернуться к... Да, я не могу немножко привыкнуть к этой терке, поэтому мне гораздо удобнее. Картошка будет... Ты знаешь, я тоже всегда все делаю ножом. Я чищу ножом, разрезаю ножом. Но здесь вот пошла под моим стопом, так сказать. Ну, примерно вот так вот получается. Да, замечательно. То, что нам нужно. А я недавно видела, делали на одном из кулинарных шоу по телевизору. Я их смотрю в очень большом количестве. Больше ничего не смотрю. Делали такой салат из свежих кабачков. И вот этот вот салат состоял из таких маленьких кабачков. Их тоже вот, знаешь, вот такой вот овощечисткой. Прямо нарезали вот тонкими ломтиками. Прямо свежие кабачки на какой-то заливке. Вот было так очень эффектно. Эффектно. Ну, картошка у нас готова, доставай форму. Достаем форму, вот. Нам надо сюда положить фольгу. И, в принципе, можно использовать пергамент. Вместо пленки. Вместо пленки. Вместо пленки, да. Это очень хорошо. Потому что не у всех найдется пленка дома. А вот пергамент обычно находится у каждой хозяйки. Да, вот все. И вот этот краешек отрежем, чтобы он... Я пока начну выкладывать. Не вспыхну. Следующий слой у нас слой сыра. Ага. Я думаю, вот еще сюда картошечки будут как-то это. Да? Можно. Мою, например. Так, мы, кстати, ее не солим, да? Нет. Так, а следующий слой? Опять картофельный. Картофельный. Угу. То есть заправка это будет в самом конце? Заправка будет в самом конце, да. Мы ее уже на испеченную нашу картошку положим. А, то есть сейчас мы все в духовку, в принципе, уже складываем. Да, да. Так, теперь мы уже все складываем в эту духовку. Мы складываем в духовку. Да, картошечку на 30 минут. Курочку, может быть, даже чуть подольше, на 200 градусов. Давай. Так, закрываем духовку и приступим к сливочной заливке. Для этого нам потребуется 50 грамм сливочного масла, которое мы будем растапливать на сковородке. Далее добавляем муку и заливаем молоко. Это прям как в самолете. А сейчас пристегнитесь, мы выполняем взлет. Так, достанем спороду. Так, разогреваем плиту. 50 грамм сливочного масла. Отрезаем 50 грамм, примерно это вот столько. Нам нужно его растопить, потом мы засыпаем муку и обжариваем до золотистого оттенка. Потом мы за него заливаем молоко. 3-4 минуты даем покипеть. И наша заливка готова. Давай, ты тогда мешай, а я буду вот так рассыпать. Так, и молоко, да? Да, и сейчас мы чуть-чуть. Муки достаточно? Муки достаточно. Прям получается заварной крем. И теперь молоко. Так, молоко. У нас еще сметана есть. Сметана, да, нужна будет позже. Хорошо. Нальвай, нальвай. Еще. Еще, еще. Все. Мы просто ею сейчас зальем эскалоп и сделаем соус. Для этого нужно порезать чеснок, порезать зелень и смешать с сметаной. Все, борошно. Это будет отдельный соус? Отдельный. Не заправка, это и не соус. Соус будет в конце добавляться. При подаче уже. Хорошо. Так, сейчас произойдет волшебное возвращение эскалопа из духовки на базу. Хорошо. На ваших глазах творится новый рецепт. Вначале мы слегка... Разогрели. Слегка разогрели нашу картошечку. Затем достали. Получается авторское блюдо. Алина Гебадулина. А у меня очень часто получаются авторские рецепты, когда я что-то сделала не так. Так и получается шедевр. Кстати, вот так вот таким образом создался... И делается история, да? Да, таким образом создавался салат оливье. Так, это я возвращаю уже, да, на скалопочку. Да. Ничего не солим. Ничего не перчим. Нет, потом пердюсят. Удивительно. А есть чеснокодавилка? У тебя все что угодно найдется на вашей кухне. Включаем приток. Ну, я думаю, если мы будем действовать, пользоваться чеснокодавилкой, то тогда не будем резать. Угу. Давай. Два зубчика нам хватит. Мы... Я пока порежу зелень. Для соуса мы берем сметану. Добавляем сюда... Укров. Укров. Давай я добавлю. Весь укропчик добавляем, да? Чеснок. И выжимаем сюда же пару долек чеснока. Вот так. Хоп. И наш соус готов. Осталось только его перемешать. Итак, наша картошка и курица готовятся в духовке. Соус готов. Осталось дождаться и украсить. Подождем. Дорогие друзья, наш картофельный скалоп и курица с грибфрутом готовы. Спасибо тебе, Алин, за рецепт. Не за что. Мне было бы очень приятно готовить вместе с тобой. И вообще находиться на этой программе. В свою очередь тоже хочу тебя поздравить с 8 марта. И тебя, и наших телезрительниц. Хочу от всей души пожелать вам радоваться каждому новому дню. И готовить самые вкусные рецепты. И с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова